Этот водоем в деревне Кишкино пока напоминает скорее болото, нежели пруд. Однако так было не всегда. Местная жительница Антонина Александровна Колотилина вспоминает, в детстве и юности ходили на пруд купаться, да и порыбачить удавалось. Был хороший пруд, мы купались, это я помню, маленькие были, купались, все нормально было. А потом как высохло жеребцы, и там стали строить что-то, и вода там пропала. Вот тут у нас болото было, и болото засохло, и все, и воды не стало. До недавних пор о том, что на этом месте расположен пруд, можно было догадаться лишь по растущему камышу. Но вот водоем начали расчищать, и в скором времени он преобразится. Важным поводом для такой реанимации пруда стало еще и то, что в районе деревни пожарного водоема нет. А потому местные жители были обеспокоены не только вопросом сохранения водного объекта, но и безопасности. Так, по муниципальной программе «Экология» здесь начались работы. На данный момент этап очистки от излишней растительности. Здесь же была вырублена часть деревьев в береговой зоне. Этот вопрос также волновал жителей, но экологи объясняют, что мера эта вынужденная. Деревья – дополнительная нагрузка на пруд. В муниципальную же программу ежегодно попадают несколько водоемов. Их освобождают от скопившегося мусора и зарослей, приводят порядок берег, а также запускают зеленую микроводоросль «Хлореллу», восстанавливающую экосистему водного объекта. Понимали, что этот водоем, он в скором времени должен был умереть. Вот мы и даем ему вторую жизнь. В Кишкино планируется расчистить 516 квадратных метров водной глади. Именно такую площадь сейчас занимает водоем. Также необходимо освободить дно пруда от излишек скопившегося ила. Вероятнее всего, именно он не дает бить ключам, препятствует наполнению пруда водой. В перспективе – благоустройство берега, а также установка пожарного пирса. Но пока самая важная задача – спасти водоем. Анна Бальет, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.